Добро пожаловать на канал Минки! Сегодня в Кей Стар я расскажу вам о замечательном актере Чану Ген Цоке. Многие просили про него снять, так вот в сегодняшнем выпуске вы его про него и увидите. Ну что, поехали! Чан Ген Цок родился 4 августа 1987 года в Таньян, провинция северная Чхун-Чхун, Южная Корея. Он единственный ребенок в семье. В возрасте 6 лет Ген Цок начал свою деятельность в качестве модели. Он получил эту работу случайно, когда его родители продавали дом мужчине, работающему в агентстве талантов. Он предложил его родителям отдать ребенка в модельный бизнес. Актерский дебют Ген Цока состоялся 4 года спустя, в 1997 году. Он снялся в ситками Selling Happiness, после чего предложил работу на телевидении. Ген Цок затем сыграл эпизодические роли в дорамах Women's World, Four Sisters, Story, School, Orange. В 2002 году он взял на себя роль молодой версии главного героя в дораме Великая мечта. В средней школе он подсел на японского поп-певца Кена Хирайи и японскую рок-группу. Извините, я не могу ее прочитать. Вот вам на экран, читайте сами. Ген Цок был настолько вдохновлен их творчеством, что начал учить японский язык в одиночку. В старшей школе актер уехал в Новую Зеландию для изучения английского и японского языка. Благодаря этому теперь он может свободно говорить на обоих языках. Хотя Ген Цок хотел продолжить учебу в Новой Зеландии, одно предложение привело его обратно в Корею. Ему предложили роль в популярном ситкаме «Без остановки 4». После этой роли у Ген Цока была затяжная депрессия, поскольку он был недоволен своей игрой. Именно в тот период времени он решил посвятить себя тому, чтобы стать настоящим актером. В 2005 году Ген Цок сыграл роль сына президента в дараме канала СБС «Влюбленный в Праге». Его персонаж стал очень популярным и он обзавелся многочисленными поклонниками. В 2006 году Ген Цок дебютировал в Японии, снявшийся в фильме ужасов «Последний пропущенный звонок» вместе с Хирикитой Маки. Актер выучил языки жестов, пока готовился к роли лухонимого мальчика в этом фильме. Следующая роль стала в исторической дараме Хуан Джи И. Эта роль принесла актера много поклонниц. В этом же году он сыграл главную роль в дараме Эллен Сам, сыграв инопланетного принца, работающего учителем в простой корейской школе. В 2007 году Ген Цок снялся в фильме «Счастливая жизнь». Эта роль позволила ему раскрыть не только все свое мужское очарование и шарм, но и показала его отличные певческие навыки. В 2008 году он сыграл молодого певца в фильме «Доре ми фасоль аси доо», а также полицейского с необычным тонким музыкальным слухом в сериале «Вирус Битковина». В том же году Ген Цок снялся в комедии «Малыш и я». Он сыграл роль школьника, которому подкинули ребенка. Следующая стала роль в дараме Хон Гль Дон. Актер сыграл сурового принца, сердце которого смогла растопить простая девушка. 2009 год стал прорывным для Чан Ген Цока. Он снялся в популярной дараме «Энджел, ты прекрасен». Ген Цоку досталась главная роль лидера группы «Энджел». В этом же году он сыграл первую свою роль злодея в триллере «Убийство на улице Тхэ Вон». Это история о зверском убийстве студента в туалете-закусочной, основанной на реальных событиях, произошедшего в районе Тхэ Вон, Южной Кореи. В конце 2010 года Ген Цок получил роль в фильме «Рэмейк ты мой питомец». В 2011 году актер был утвержден на роль в дараме «Дождь любви». Чан Ген Цок снялся в девяти фильмах и девятнадцати дарамах. Самые популярные дарамы это «Вирус Бетховена», «Энджел, ты прекрасен», «Мэри, где же ты была всю ночь», «Дождь любви», «Красавчик». А из фильмов «Ты мой питомец», «Малыш и я», «Убийство на улице Тхэ Вон». Теперь интересные факты о Чан Ген Цоке. Профессия – актер, певец и модель. Рост – 182 сантиметра. Знать зодиака – лев. Группа крови – А. Увлечение – охота, катание на лыжах, танцы, пение. Семья – отец и мать. Любимый цвет – голубой, слоновая кость. Любимый фрукт – ананас. Любимая еда – острая пища. Ге-джанг – маринованные сырые крабы. Что первым делом замечать женщине? Глаза. В интервью он рассказал, что ему нравятся девушки времен Ренессанса. Там девушки были с формами. И еще очень-очень ценит в девушках женственность. Интересы. Вождение транспортных средств, кроме мотоциклов. Катание на лыжах и сноуборде. Дизайн интерьера. А еще он любит брать фото или видеоматериалы со своих поездок или путешествий и монтировать короткометражные фильмы. Из них для своих друзей. Так он остается больше доволен поездкой. Ну, прям как и я. Я тоже так и делаю. Вредные привычки. Он курит. Когда я искала видео Чонганцок, она отткнулась на такие видосики. Это типа бонус видео. Смотрим. В этом видео мы видим, что Чонганцок пытается открыть коробку с конфетами, но у него не получается. И он тут психанул. Наверное, сладкоежка. А это Чонганцок поздравляет всех с Новым Годом на разных языках. Тут украинский есть и русский. Ждем наш язык. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо всем за просмотр! Если ты не хочешь пропустить новое видео, тогда подпишись и поставь этому видео лайк. До новых встреч! До новых встреч!